Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Жанна Марченко. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу и в начале коротко о главных темах. Обратный отсчет до сентября. В школах Саратова готовятся к новому учебному году. Какие изменения ждут детей и их родителей? Игнорируют красный свет светофоры и выезжают навстречу. Очередная подборка нарушений на дорогах в рубрике Автохам. В Саратов приехали юные спортсмены из разных регионов. Что связывает бадминтон? И Гагарина узнала Надежда Новикова. Что приготовила нам небесная канцелярия в четверг 19 августа на Яблочный Спас? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Дождитесь! Разгрузят кабинеты. Речь о саратовских школах. Многие учреждения в городе, как правило, переполнены. В некоторых классах учатся по 30 с лишним детей, а педагоги работают в две смены. О проблеме не раз говорили жители Заводского и Ленинского районов. Впрочем, там уже придумали, как выйти из ситуации. Роман Базан побывал в одной из проблемных школ. В своей школе она провела все лето. Директор Татьяна Алексушина и в выходные здесь готовится к новому учебному году. В 84-й, что в заводском районе, идут работы. Правда, пока на улице, на территории школы, строители возводят пристройку с бассейном и дополнительными кабинетами. Старое здание уже не вмещает детей. У нас два наших здания не позволяют сейчас вместить всех детишек, которые желают учиться в нашей школе. Соответственно, там будет также увеличение учебных мест на 178. Соответственно, конечно, все хорошие условия нужны для детей, для их развития. Бассейн – это здоровье, это наши будущие дети. Поэтому все в пользу. Всего в 84-й более тысячи учеников. Школа состоит из двух зданий. Когда здесь был ремонт, уже не помнят. Поэтому и обратились к Вячеславу Володину за помощью. Он приехал. Заодно проверил, как на территории проходят возведения пристройки с бассейном по его же инициативе. Нам надо с вами, завершив эти работы, думать о том, как отремонтировать школу. С тем, чтобы школа была современной, у нее замечательный коллектив, она востребована. Но что касается стен, надо всю конструкцию из разных корпусов соединить в единый комплекс. А вот в Ленинском районе школу только собираются строить. Учреждение появится в микрорайоне Ласточкино. Об этом давно просили местные жители. По их словам, близлежащие школы давно переполнены. Строительство школы в Ласточкино у нас вопрос решен. Это проектное предложение. Надо обсудить с жителем микрорайона. И готовиться к тому, чтобы за следующий год мы с вами максимально выполнили работы. А в 2023 году школу ввели в эксплуатацию. Вы продумаете со своей стороны вопрос ускорения строительства школы. Вот здесь вот у нас есть вопрос от микрорайона Ласточкино с жителем. Съезд на Блиново, короткий, 200 метров. Вопрос с Россетями был решен. Они не против. Мы говорили об этой перемычке. Жители говорили и о небольшом участке дороги до Блиново. Его необходимо привести в порядок и отремонтировать. Чиновникам посоветовали решить проблему. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Отправился в школы и губернатор Валерий Радаев проверил их готовность к новому учебному году. Где-то еще наводят порядок после летнего ремонта и строительства. Например, на Жуковского дорожники еще укладывают асфальт. Также здесь привели в порядок фасад 24-й школы и отремонтировали окровлю. К нам может приезжать весь город заниматься здесь. Вот здесь должен быть городок. Молодцы. Городок. Это как раз и место хорошее. И подъезд к школе. И что надо, если там не достает что-то технически вооружить вас, надо помочь. Сейчас вас обрабатывается. База будет для городских школ очень хорошая. Напомню, что в прошлом году на территории школ появился открытый спорткомплекс с бассейном. Педагоги рассказали, что он пользуется большой популярностью и у школьников, и у жителей микрорайона. Особенно в такое жаркое лето. Посетил глава региона и новую школу на 1100 мест в 11 микрорайоне поселка Солнечный-2. Ее планируют открыть 1 сентября. Сейчас завершается благоустройство территории. На школьном дворе устанавливают спортивное и игровое оборудование, а также площадки для сдачи норм ГТО и проводится гидропосев газона. Продолжаются работы по благоустройству внутри корпусов школы. Заканчиваются отделочные работы. Идет установка мебели. Завершается обустройство актового и спортивного залов. Министр образования, пишите в график. Мероприятие проводим здесь. Что если вдруг не получается, сигнализируйте. Мы всегда 24 часа на связи. Не хотят лишаться переезда. Жители поселка Синой просят местную власть и руководство железной дороги не закрывать автомобильный путь через железную дорогу. Дело в том, что это единственная короткая дорога, которая соединяет две части поселка. Иначе жителям придется ехать в объезд, а это около 30 километров. Анна Забалуева расскажет о том, как планируют решать проблему. В поселке, где живут железнодорожники, свои проблемы. Но главное – переезд через пути. Он разделяет Синую на две части. В объезды поликлиники, школы или магазины – это 30 километров, рассказывают местные жители. А после строительства новой дорожной развязки заговорили о закрытии железнодорожного переезда. Николай Панков отметил, что важно сохранить этот путь. Каждый раз были к обращению здесь с Синой для того, чтобы сделать пешеходный переход и поставить светофор между воинской частью и жилым комплексом. Также это было от ваших жителей. И мы это не могли сделать, потому что это была федеральная дорога. Встает вопрос о переезду. Лично буду обращаться к начальнику Приволжской железной дороги. Переезд необходимо оставлять, потому что он на самом деле разделит до и после жителей. И в том числе даже не в том деле, что мы их разделим, а в том деле, что неудобно 58 километров транспортным путем объезжать. Конечно, это же неправильно. Руководство железной дороги отметило, что переезд закрывать не будут. К тому же нужно развивать и сети поселка. Ведь от железной дороги во многом зависит коммунальная инфраструктура в Синой. В частности, на объектах соцсферы. В школе искусств, к примеру, уже готовятся к зимнему сезону. На крыше установили снегозадержатели, а вскоре установят ливневку. Николай Панков предложил также заменить плитку во дворе. Надо вот так вот и напрямую сделать и переложить. Конечно. Вам нет смысла вот так плитать? Конечно, конечно. Ну, людям будет вот так вот. Вот они идут и сюда зашли или нет? Ну, конечно, будет удобнее, да. Просто так стоял забор и так делали. Мы же ничего не говорим. Сегодня территория другая. Поэтому вот эту вот сейчас плитку надо сделать и переложить, чтобы вот эту вот не было скамейки и змейки. Параллельно работы ведутся в детском садике номер 50. Обновляют фасад здания. Правда, пока только с одной стороны. Закончить обещают к началу нового учебного года. А в планах сделать ремонт и второй части фасада. Деньги на это также выделят. Анна Забалуева, Олег Буланов, Саратов, 24. Российских патрульных снабдят дополнительными камерами. Технику хотят установить на так называемые люстры машин, то есть рядом с мигалками. Так автоинспекторы смогут находить угнанные автомобили и ловить проблемных водителей. В Саратове таких нарушителей помогают ловить еще и очевидцы. Снимают на видео, отправляют в автоинспекцию. Роман Базан изучил очередные ролики. Далее рубрика «Автохам». За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые запоминающиеся. Первое видео прислал очевидец под ником Серега. Мужчина заснял автохама на пересечении Пугачева и Зарубина. С односторонней улицы выезжает против движения Нива, а уже на следующем перекрестке водитель машины не уступил пешеходам. Весь переходит, он не пускает никого. Ленинский район Саратова. По Буровой справа мчится девятка. Проезжает на запрещающий сигнал светофоры и уходит на Благодарова. Правда, при этом нарушитель включил поворотник. Может, решил сгладить свою вину? Наш постоянный помощник Слоник Веселый удивлен езде водителя «Форд Фокус» с дагестанскими номерами. Задается вопросом, в республике все так ездят или можно только в гостях? Выехал за светофор и встал на перекрестке. Стоит на зебре, водитель ушел. Машины проехать не могут. Алексей снял наглого нарушителя в центре Саратова. Тот в 10 утра бросил машину на перекрестке Московской и Соборной и ушел. Toyota Avensis перегородила дорогу всем – и пешеходам, и машинам. А теперь о нарушениях, которые мы показали в прошлом выпуске. Патрульные оштрафовали на тысячи рублей водителей «Лады» и «Детсона», которые нарушили на Новоастраханском шоссе. Некоторые даже пытались доказать, что так ездить там можно. Конечно же, они сразу приезжают к нам в здание ГИБДД, где у них, естественно, отбирается объяснение по поводу случившегося. В очень частых случаях водители, конечно же, свою вину признают, но очень удивляются, что есть такие граждане, которые присылают их в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. По всем видеороликам автоинспекторы также завели административные дела, так что спасибо всем телезрителям. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе. Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского. После вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями. Сельское хозяйство не терпит простоев. Мы, агрария, работаем на обеспечении продовольственной безопасности страны. В том числе благодаря помощи кооператива Гарант Кредит мы ежегодно трудимся для вас, производя овощную продукцию. Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. Гарант Кредит. Телефоны в Саратове. 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив Гарант Кредит. Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Здравствуйте. В четверг, 19 августа, на Яблочный Спас. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове переменная облачность. Кое-где возможны небольшие осадки. Ветер юго-восточный, порывистый. Днем до плюс 38 градусов, а ночью до плюс 21. А партнер прогноза погоды – магазин «Мелодия сна». «Мелодия сна» – яркие эмоции, здоровый сон. Главное – не проспите! Темные ночи в Саратове. Только с 16 по 31 августа. Тотальная распродажа. Скидки до 50% в связи с обновлением коллекции. Интерьерные кровати, стильная корпусная мебель, эргономичные матрасы на матраснике, подушки и одеяло для взрослых и детей. В фирменном салоне «Мелодия сна». «Мелодия сна» – яркие эмоции, здоровый сон. В Саратове и Энгерисе также жарко. Температура днем до 35, а ночью до 23 выше 0. Атмосферное давление около 753 мм в ртутную столбу. Вода в Волге плюс 25 по приметам. Сухой день на второй спас. Предвещает сухую осень. Мокрой – мокрую, а ясной – суровую зиму. А спонсор прогноза погоды – рекламное агентство «Наше время в наших делах». Двигатель вашего бизнеса. Всем добра, здоровья и терпения. До встречи. Рекламное агентство «Наше время в наших делах». Мы лидеры на рынке продвижения товаров и услуг в городе Балакова. К нам прислушиваются. Нас цитируют. Мы всегда на виду. А значит, о вас узнает весь регион. «Наше время в наших делах» – двигатель вашего бизнеса. Телефон 32-6197. Вы снимаете, мы показываем в эфире рубрика «Мобильный репортер». Каждую неделю мы показываем кадры, которые на мобильные телефоны сняли вы. Присылать видео можно на нашу почту info.sobaka.saratov24.tv или размещайте в социальных сетях с хэштегом «Мобильный репортер Саратов». Что попало в объективы камер на этой неделе, смотрите прямо сейчас. Начнем обзор с происшествия. Жители поселка Дачной в Энгельсе стали свидетелями ночного пожара. Один из соседей уехал из дома, но оставил зажженный костер. В итоге бороться с огнем вышла вся улица и два пожарных расчета. Куда ты идешь? В Затоне накануне тоже было неспокойно. На дачной участке неожиданно заглянула лиса. Рыжая гостья прошлась по грядкам и отправилась обратно в лес. А вот жители Шумейки в необычном животном на дороге лису сразу и не разглядели. Говорят, слишком худая и нестандартного цвета. Вообще она на олененка, конечно, тоже похожа, правильно? Детям говорили. Худая-худая такая вообще. Ну иди возьми мясо, кинь ей нормально. А это кадры из автобуса Саратов-Энгельс. Автор видео стал свидетелем конфликта между пассажиром и кондуктором, которая отказалась принимать рваную купюру. Вы же большие мне даете, скажите, что это моя работа. А я же большие даю. Так она и считается уже большим. Нет, она не считается. Не врите, пожалуйста. И в завершении видео от олимпийского чемпиона Ильи Захарова. Этим летом он запустил в сети собственный челлендж и предложил всем горожанам начать отжиматься. Расскажут о главном на страницах печатного издания. В продаже появился очередной номер газеты «Провинциальный телеграф». Его уже можно спрашивать в специализированных газетных киосках и в отделениях Почты России. Журналисты издания расскажут о крупных пожарах в земную неделю. Также прочитать в газете можно будет о коммунальных проблемах одной из саратовских семей. Подробности читайте в областной газете «Провинциальный телеграф». Там же есть и полная телепрограмма канала «Саратов-24». Свою победу они посвящают первому космонавту. В Саратове проходят всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону Кубок Юрия Гагарина. В состязаниях принимают участие юные спортсмены из 17 регионов. Всего с ракетками в руках будут сражаться более двух сотен человек. Надежда Нойко увидела, как радуется победа. Сильнейшие. Просто сбрасывай. Надежно. Та задача будет брать баланс. Последние наставления и в бой с ракетками в руках. Сильнейшие юные бадминтонисты встретились на Саратовском корте. В центре бадминтона проходят всероссийские юношеские и юниорские соревнования Кубок первого космонавта Юрия Гагарина. В них принимают участие более двух сотен спортсменов из 17 регионов страны. Это Москва, Владивосток, Самара и другие города. Такой ажиотаж вызван Олимпиадой, которая закончилась на днях. Они практически первые после Олимпиады. Интерес повышен. Повышен интерес у родителей. Дети сами посмотрели Олимпиаду. И, скажем так, в более эмоциональном, в высоком эмоциональном состоянии находятся. Таким на подъеме. Им интересно играть. Валаны проносятся со свистом в воздухе. Юные бадминтонисты сами говорят, чтобы победить, надо быть выносливым и быстрым. Еще один секрет стать первым – это приехать раньше всех на корт. Ну, обычно приезжаю рано, чтобы хорошо размяться, успеть настроиться. И все. А как ты понимаешь слабые стороны соперника? Быстро их вычисляешь? Ну да, довольно быстро. Я сначала начинаю раскидывать по площадке, делать всякие повторы, чтобы было видно, где он чаще всего ошибается. Злата Орешникова уже два года занимается бадминтоном. На этих соревнованиях она в первый же день обыграла соперницу. Перед этим, как следует, погоняв ее по корту. Сначала сложно было, потом чуть-чуть полегче стало уже. Тренера подсказывают иногда. Вот. Ну, я очень рада, что я выиграла. Это вообще первые соревнования, на которых я выигрывала. Рейтинговые соревнования среди юниоров по бадминтону на кубок первого космонавта Юрия Гагарина проходят в Саратове уже в восьмой раз. Длиться они будут четыре дня. А затем на корты центра бадминтона выйдут взрослые спортсмены. Их турнир тоже будет посвящен 60-летию первого полета человека в космос. Надежда Новиков, Олег Буланов, Саратов, 24. О главном к этому часу все. Ищите нас также в соцсетях. Мы есть и в Инстаграм. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.